Пять тысяч лет назад на Древнем Востоке зажглась искра культуры. Благодаря основателю китайской цивилизации Хуанди, родоначальника китайского просвещения, было создано блестящее государство. Это провинция Хэнань, родина Хуанди, начальная восточная точка старого шелка по пути, духовный очаг китайцев всего мира. Пять тысяч лет назад на Древнем Востоке была самая старая китайская столица. Выбиты самые древние китайские иероглифы, зародилась китайская торговля. Половина из восьми древних китайских столиц расположены в провинции Хэнань. Отсюда вышли в мир четыре великих китайских изобретения. Шесть произведений всемирного наследия ЮНЕСКО, сокровища человеческой мудрости, стали общим богатством всего мира. Всем известен шаолиньский кунг-фу. Чэньский тай-ци сочетает мягкость с жесткостью. Оба они являются таинственными восточными искусствами, вкладами Китая в общемировую культуру. Две тысячи лет назад Бан Чао, дипломат династии Хань, возглавив группу из 36 человек, выехал из Лаяна и возобновил шоковый путь. Тысячу лет назад на картине Цин Мен Шан Хэ Ту были изображены груженые караваны верблюдов, медленно вступающие в оживленный торговый город Бян Зин, также известный как Хай Пен. Сейчас Китай положил начало новому великому возрождению китайской нации. Председатель Си Цзиньпин предложил инициативу в сфере международного сотрудничества «Один пояс и один путь», способную возродить старый дух шелкового пути и вдохнуть в него новую жизнь. Сегодняшняя провинция Хэнань придает новой эпохе новое китайское ускорение. Здесь построена сеть высокоскоростных дорог. Провинция занимает первое место по ее плотности в Китае. Здесь открыт международный комплексный транспортный узел высочайшего уровня. Здесь впервые в Китае возведена высокоскоростная железнодорожная сеть, как и иероглиф МИ. Здесь появилась первая пассажирская высокоскоростная железнодорожная станция для эксплуатации поездов со скоростью 350 км в час. Джанчжоуский аэропорт вошел в глобальный рейтинг топ-50 аэропортов мира по грузовым и почтовым перевозкам. Черешни называют красным сокровищем Чили. Насыщенные горячими лучами Южной Америки ягоды едва успевают остыть за 28 часов перелета через Тики-океан. И вот они уже на обеденных столах китайцев. Благодаря трехмерной сети транспортировки, созданной в провинции Хэнань, немецкое пиво, голландские молочные продукты и прочая снеть доставляются в Джанчжоу, откуда отправляются в холодильники миллионов китайских семей. Каждую неделю из Джанчжоу в Люксембург отправляется 18 рейсов. В Джанчжоуском аэропорту открыты 34 авиалинии для грузовых самолетов. Основан воздушный шелковый путь, покрывший весь мир глобальной авиационной сетью грузовых перевозок. Двусторонний поезд Китай-Европа отправляется из города Джанчжоу 8 раз в неделю. Его грузоотправители находятся в 24 странах. Он превращается в наземный шелковый путь, перевозящий товары с наивысшей совокупной стоимостью в Китае. В провинции Хэнань впервые были созданы ряд моделей. Бондовые таможенные очистки, трансграничные электронные торговли. В секунду через местную таможню проходят 500 заказов. По объему трансграничной электронной торговли провинция занимает первое место в Китае. В провинции Хэнань основан интернет-шелковый путь, позволяющий производить покупки и продажи на мировом уровне. Три названных шелковых пути еще более усиливают преимущество комплексных транспортных узлов в провинции Хэнань. Столица провинции Джанчжоу, строящийся центральный город Китая. Здесь был проведен первый в стране комплексный экономический эксперимент в области авиации национального уровня. Один из семи смартфонов мирового уровня производится в Джанчжоу. Объем товара оборота в зоне Джанчжоу-Синджен в результате реализации комплексной бондовой модели стабильно занимает первое место в стране. 127 из 500 крупных предприятий мира делают инвестиции в Хэнань. Хэнань идет рука об руку со всем миром. В сотрудничестве царят оживление и процветание. При строительстве метро Таншен в Сингапуре используются самые передовые в мире проходческие машины, произведенные в КНР, которые позволяют максимально быстро прокладывать тоннели. Большая партия независимой инновационной продукции, произведенной китайской железнодорожной инженерной группой, экспортируется из страны. В Австралии в железном руднике Сино стабильно работает крупнейшая в мире шахтная мельница. Бренд Ситик пользуется широкой известностью на международном рынке. В Европе по улицам Парижа, Лондона и других городов ездят автобусы Юйтун, использующие новые источники энергии, которые продаются отдельными партиями в более чем 30 стран и регионов. В Таджикистане также работают компании с Хэнаня. Построены несколько китайских сельскохозяйственных технических демонстрационных парков. В сельском хозяйстве используются элитные сорта пшеницы, кукурузы и хлопка из провинции Хэнань. За 40 лет с начала проведения политики реформы открытости экономическая сила провинции Хэнань значительно возросла. Валовый внутренний продукт увеличился в 70 раз с 9,5 миллиардов долларов в 1978 году до более чем 666 миллиардов в 2017. Это наилучшее время. Хэнань стоит на новой отправной точке для получения развития высокого качества. Под руководством социалистической идеологии с китайской спецификой в новую эпоху Си Цзиньпина Хэнань содействует трансформации со «сделано в Хэнане», «создано в Хэнане». Хэнань строит логистический узел, который позволит соединить Китай со всем остальным миром и связать восточную часть страны с западной. Хэнань содействует строительству нового типа урбанизации. Пусть города и деревни великолепно растут, пусть люди улыбаются своим мечтам. Хэнань – провинция с долгой историей, активно интегрируется в процветающий проект «Один пояс и один путь». Хэнань – открытая провинция, она связана со всем остальным миром и содействует совместному процветанию всех стран. Хэнань – приветствует вас!